Сегодня маршрут не оставляет нам Короче, ситуация на утро нерадостная Вчера вечером у меня начало подскручивать живот И ночью так же слег гаша Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы вернулись в горе, эвакуировались с горы Потому что вчерашний день, я думаю, вы видели Мы просто провели в два лежачих тела И сегодня у нас был выбор Либо отправляться дальше Либо нам сказали, что по счастливому сечению обстоятельств Эти абсолютно гостеприимные люди, которые нас прилетели Сказали, что от них едет грузовичок, собственно, который Вы опять же уже видели И он может вернуть нас в горе Мы прикинули свое состояние Поняли, что идти и ехать перевалы дальше Мы еще сегодня не в состоянии Мы пока еще прям не восстановились до конца Хотя уже гораздо более живые, чем вчера То есть еще один день нам нужно было бы отлежаться Но еще один день от лежки мы уже себе не можем позволить Потому что если бы мы там застряли еще на день У нас так были тайминги прям впритык А потерянные два дня совсем убивают все наши шансы Успеть к возвращению на самолет Поэтому, к сожалению, пришлось принять решение и ориентироваться Сейчас будем думать, что делать дальше Горы вообще такая штука Иногда они тебе тонко намекают на то, что не надо рубиться до Талова Приедешь в следующий раз и сделаешь задуманное В этот раз так и получилось Город пах полынье Город пах тобой Ты стояла на мосту Слушая морской прибой Волны били скалы в пенни берег И скубил тихо Подонесился крик истерики той Крик истерики той А ты стоишь и смотришь вниз И мы снова в Тбилиси Потому что из горя не было никаких очевидных опций по трансферу нас к морю А из Тбилиси должны ходить поезда до Батуми как минимум Вот мы поэтому решили вернуться обратно в Тбилиси И отсюда сейчас попробуем двинуться в наше место, скажем так, восстановления Поглядим, что из этого выйдет Надеюсь, билеты будут Итак, билетов, к сожалению, но вполне ожидаемо Не оказалось билетов на поезд Точнее, есть два билета на сегодняшний ночной поезд до Батуми Но стоит каждый из них почти под 9 тысяч рублей Если переводить на наш, там плюс-минус около того Потому что это два билета в бизнес-класс Мчим на автовокзал Попробуем устроить себе трансфер маршруткой Как мне он так мечтал о той новой Теперь она стоит и смотрит в тар И сам бортом уже не месяц май И на старе давно остыл их чай Моряк ей скажет И мы в Батуми Не знаю, добрый вечер или уже утром Время-время-время 5.51 Точнее, мы недалеко от Батуми Нашли такой кемпинг Работает с 9 и сейчас на пляже Три часика потупим И начнем новый день И начнем новый день Как и всегда Всем, кто смотрит за едой Приятного аппетита Короче, пригнали мы в Батуми Точнее, в кемпинг Недалеко от Батуми С 9 часов он начинает работать Официально, скажем так И надеюсь, нам получится сюда заселиться Потому что дел поднакопилось Во-первых, нам надо восстановиться Как я уже, наверное, неоднократно говорил Нам нужно восстановиться Мне нужно подлечить до конца Живот, который Вроде как уже ок Но все еще какие-то Дискомфортные брожения В нем, скажем так Присутствуют У Гоши все В этом плане вроде прошло Но После наших хождений в горке Что-то у него там Начало побаливать колено И кажется, надо дать ноге Один во дня Покоя Также у нас накопилось Куча дел Надо постираться Надо зарядиться Грязных вещичек Прям очень-очень много стало Но, в общем, нужно порешать Некоторые бытовые вопросики Поэтому я завтракую Гоши вон Высыпается после Тяжелого ночного переезда У меня получилось Относительно неплохо Насколько это возможно В маршрутке Поспать ночью У Гоши она вообще не получилось Он прям К утру был уже Таким достаточно вырубающимся У меня еще вдобавок Во время ночного переезда Погнулся Один тормозной диск Надо это будет тоже поправить Надо велосипед Наконец-то до конца Почистить, смазать И привести в боевое состояние Дел Тьма Поэтому Мы в Батуми Надеюсь, что за Сегодня и завтра Получится все Пришить Получится вернуть нас Снова К велосипедной Боевой жизни И мы погоним Дальше изучать Грузию На колесах А следующие два дня Вас ждут Я надеюсь Очень приятные И очень красивые Картинки Из лагерной жизни Возле моря Это откуда? Это откуда? Восстановительный день Идет По полной программе Заглянули на базар Набрали кучу Овощей Фруктов Чурчелла Взяли специи Сейчас будем делать Вкусненький салат На ужин Будем кушать Вкусные фрукты Восстановление должно Проходить качественно Осталось Дотопать До дома И вернуться И вернуться Обратно К морю Где мы собственно Сегодня Первую половину дня И провели После того, как Поставили палатки А где мы кстати? Побулейте Мы недалеко от Батумия В городе Кабулейте Не бойся Ни о чем Не жалей Давай забудем Обо всем Увладьтесь Если было О чем О чем Пуф О чем По дороге И ты мне поможешь забыть обо всем солнцем Не нужно больше тебя В жаркий июльский день Тревога ушла, я снова живу Ничего не бойся, ни о чем не решай Ничего не решай Давай забудем обо всем Улыбнись, если было о чем Ничего не бойся, ни о чем не решай Давай забудем обо всем Итак, два прекрасных дня отдыха в кемпинге подошли к концу И это было замечательно Мы вкусно кушали овощи и фрукты Купались в морешке и отдыхали Повстречали огромное количество всяких разных велосипедистов Я уже не стал приставать к людям Тыкать в них бесконечно камерой Там будет буквально один-два подсъема Их лагерей тоже очень прикольно Люди путешествуют со всего мира По всему миру Многие из этих людей уезжают на 4, 5, 6, 7, 8 месяцев Просто проезжают с расстояния Начиная откуда-то с западной Европы Заканчивая Новой Зеландией Круто! Очень, очень круто! Очень интересно Очень интересно со всеми этими людьми пообщаться Посмотреть, какие у них конфиги Как они все проезжают, куда едут Здорово, здорово И еще раз здорово Но все, наш маленькая, скажем так, наш мини-отпуск Посредине путешествия, этот морской отпуск, закончен И мы, накупавшиеся и отдохнувшие Планируем попробовать доехать сегодня до... Точнее, сегодня мы не знаем, куда планируем доехать Мы едем в Боржоми через Батуми Сейчас докатимся до Батуми, посмотрим город И поворачиваем обратно вглубь Грузии от моря до Боржоми Как пойдет, не знаем Поглядим, как наше состояние поправилось, не поправилось За этот маленький промежуток отдыха в кемпинге Ну и, собственно, все Продолжаем велосипедную часть путешествия Погнали! А, ну и еще нам нужно заехать в салон МакТи в Батуми Потому что у нас сегодня кончается безлимитный интернет Который был подключен на неделю Надо закинуть деньги, чтобы еще недельку с нами была мобильная связь Так, интернет продлили Сегодня нам это стоило 9 лари на неделю За девяточку у нас будет еще неделю Интернет в Батуми, как и любой подобный южный город Очень красив, но в начале августа Слишком многолюден Поэтому хотелось бы, конечно, побродить по его лучкам Поразглядывать эту разнообразную южную Очень интересную архитектуру Но такой возможности, к сожалению, нет Как-то сегодня все тут очень-очень-очень-очень плотно Поэтому мы мчим на выезд из города Толкаться в бесконечных пробках машин и людей И нет никакого желания Осталось заехать в магазин, купить еду на Паджоро И все, и двигаемся в сторону Боржоми Я когда-то там рассказывал, что в Тбилиси на дорогах некоторый хаос Но на самом деле некоторый хаос во всех населенных пунктах тут на дорогах Потому что очень все хаотично С некоторыми своими особенностями Определенные правила дорожного движения нужны, видимо, ну так, постольку-поскольку И чаще всего им можно пренебречь и очень много сигналит Я уже даже перестал обращать внимание на эти бесконечные короткие гудки Потому что абсолютно каждый раз непонятно, а что вообще Кто куда сигналит, зачем, что хочет, кому Тут все Все общение на дороге Начиная от легкого приветствия Вот смотрите, фура просто по встречке едет Ну и пропускать никого не надо Ну то есть вот в режиме онлайн Просто просто какой-то легкий хаос происходит Ну вот, тут все общение на дорогах Строится на одном едином знаке Это короткий гудок И этим гудком обозначается все, что угодно Начиная от приветствия, заканчивая крайним негодованием И просьбой быстренько убраться с дороги нафиг Очень интересно Но ничего не понятно Я не знаю, что ты видишь, мне скажи потом Осенью ветром дождь на спину, только мы вдвоем Под вечер стало совсем красиво Ух, есть ощущение, что завтра, скорее всего уже завтра Нас ждет прям очень интересный перевал Во всех смыслах Потому что вокруг скалы, скалы, скалы начинаются Небо подзатянуло С одной стороны, конечно, не жарко Ехать поприятней С другой стороны Можешь сливануть в любой момент Придется экстренно искать место Для палатку и как-то спасаться от дождя Ух, вот она вся контрастность путешествий Сегодня утром ты проснулся на берегу моря Завтракал гренками с сосисками А уже сейчас под вечер где-то в горах думаешь, ливанет, не ливанет И абсолютно не понимаешь, где будешь сегодня ночевать Станет понятно, зачем нам весна Станет понятно, зачем нам весна Станет понятно, зачем... После него немножко вниз И я думаю, что в идеале Нам, конечно, доехать до турнира Сейчас уже время 6 А мы проехали до половины А это все еще вверх То есть это минимум Даже если мы поедем бодро часа 4 Это мы пока не похожи на турнира Бодро, это в плане моем Да, мы смотрим У нас есть маршрут Отлично 3-4 на сегодня закончили Время уже 8, мы понимаем, что сейчас Закат сейчас стемнеет Ехали Увидели такую вот поляночку Небольшую Здесь, кстати, там кемпер стоит Тоже какая-то машина приехала Короче, такое Типа, видимо, туристическая площадочка Какая-то Поставиться можно удобно В общем, ехали, увидели, спрыгнули До перевала осталось До начала Прямо самой жесть Примерно 40 километров За сегодня проехали 70 Успели Там еще, кстати, речка течет Все, я под вечер, кажется, устал Потому что Какой-то такой Набор Набор слов случился Все, закончили ездовую часть дня Я уже даже не помню Какой по счету день До Боржоми осталось 170 Надеемся, что завтра у нас Ждет успешный штурм Сложного перевала А с перевала до Боржоми Останется просто Ю-у-у Докатиться И будем Пить Боржоми Пока не поздно Все, начинаем вечернюю лагерную жизнь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро! С утра этот местяк оказался еще более прекрасным, чем вечером. Но всю ночь барабанил, дико барабанил дождик. Я зачем-то вчера вечером даже посмотрел прогноз погоды, но так чисто для интереса. И прогноз погоды говорил, что ЖК вообще все будет замечательно. Но ночью где-то в час ночи дождь зарядился и прям часов до шести утра просто стеной лил. Палатки до сих пор мокрые. Все, мы подсушиваем палатки, собираемся и выдвигаемся навстречу перевалу штурмовать его. А может быть попробуем забраться с него какими-нибудь другими способами. Потому что Гошина колено вроде ок, все работает, все хорошо. Но на всякий случай, чтобы не тревожить, чтобы оно не отстегнулось. Особо крутые участки, может быть получится немножко смухлевать. Но это мы узнаем позже. Поэтому еще раз всем доброе утро. Начинаем новые сети. Субтитры создавал DimaTorzok Очень красивый у нас случился гревел. Снова едем в горку по... Нельзя назвать это разбитым асфальтом. Просто щебень какие-то, куски камней. Короче... Привет, гревел. Такой дороги километров нам сказали. Примерно сорок нас ждет. Ух! Снова жизнь полная приключений. Сейчас был кадр, где, скажем так, на пятером фонтанчике, назовем это так, месте, где можно набрать воды, и установлена памятная табличка. И первые несколько дней путешествия мы очень много встречали в подобных местах. Точнее мы каждый день встречаем много подобных мест. Просто чуть по-другому на них реагировали в первые дни. Всякие разные очень классные места, скажем так, для отдыха. То есть лавочки, столики накрытые. Практически целые беседки построены очень добротно. И мы первые дни, когда наталкивались на такие места, всегда встречали рядом какой-то памятник, ну, типа надгробного. Очень, очень, очень какую-то вот такую табличку памятную, либо даже импровизированную могилку. И каждый раз по привычке, ну, у нас, скажем так, не принято просто случайному путнику заходить на кладбище, сидеть, обедать и так далее. А со временем, вот с каждым днем, я понял, что здесь, в Грузии, немного другая логика вот этих мест. Наоборот, память, насколько я понимаю, о предках, а она здесь очень сильна, то есть сила памяти, сила семьи здесь очень крепкая, делают как раз вот такие места, потому что в основном это либо беседочки, где можно сесть отдохнуть, либо места, где можно набрать воду. И как раз наоборот, память вот об этих ушедших, я уверен, что бесконечно хороших людях и делают такие места, где можно отдохнуть и пополнить сил, чтобы человек, который приезжает мимо, остановился и почтил память таким вот способом, чтобы даже когда человек уже ушел из жизни, он мог сделать что-то хорошее для окружающих. Тем временем мы едем дальше, очень красиво. Немного покатались, можно и пообедать. Кажется, снова все знакомы, но мы готовы взять и устроить новые волны наклинать. Кажется, снова все незнакомы, но мы готовы взять и устроить... Пациента увезли. Я пока взбираюсь на своих двоих. Так, пациент вернулся. Он маленькими перебежками уезжает, чтобы и меня не бросать, и людей не напрягать особо. Какие-то особо сложные участки проезжает. Так, потом это возвращается и крутим вместе. Фух, очень жарко опять сегодня. Подниматься, на самом деле, тяжеловато. У нас уже сегодня 800 метров общего набора за день. На улице 39 градусов жары, и мы еще только на пути к основному перевалу. То есть сейчас такая относительно небольшая шпилька на 1000 метров высотой. Мы уже на 800... Фух, короче, 850 уже сейчас. То есть осталось 150 метров набрать. Дальше небольшой спуск, и после этого уже туда подъем к двум с лишним тысячам начинается. Это наша основная задача на день сегодня. Крутим, едем. Благо воды здесь в достатке. Питьевая вода... О, смотрите какой теленок. Видимо, водался много. Ха-ха-ха. И был наказан. Ну так вот, благо воды питьевой здесь много. Просто везде источники, фонтанчики. Везде течет. Это очень спасает. Потому что в плюс почти 40 крутить весь день в гору, это прям... Без воды было бы фатальное испытание. К счастью, кончилось совсем, если до этого попадались хорошие асфальтовые участки. Причем достаточно большие местами. Чуть-чуть меняя на грунтовку, в один момент кончился асфальт. Кончились грунтовки. Началось вот это вот месиво. И мы в самой нижней точке, между вот той шпилькой, на которую забирались, и перевалом, начинается подъем вверх. Прохожий, и вот уж свет светило, не греет моё... Просто повел как-то маршрут, вот туда в объезд. Но вот тут лучше, да? Ну, в объезд, да? Плохая дорога. Еще... Понимаешь, когда сюда идешь, да? И вот так поедешь. А вот так получается. Это центральная дорога, понимаешь? Она нормальная. Все, перевал у нас через сколько будет? 25 километров. А сюда? 25 километров. А мы там можем... Я тоже туда иду. А, вы тоже туда? Все, замечательно. Ну, не можем. На даче я еду до перевала чуть ближе, потом налево. Там есть наша дача. Там есть зеленое озеро хорошее. Там туристи приезжают. Вот у меня дом есть, там жена моя, дети, так хорошо там живем. Если на зеленое озеро приедете, вот я вообще этот отдам, встретимся, номер мой. Если хотите. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закидываем углеводы, гоним дальше, голосуем все, что едет мимо. Пока не везет. Пока либо едет на перевал на витком, либо пустое, но не едет на перевал. Ветер дует в лицо, глаза прикрыты, ты смотришь в окно, ешь мандарины. Короче, верхняя точка перевала в 20 километрах от нас. 2000 с копейками высоты. Мы сейчас на 1150. И на самом деле тайминги опять же дают поджимать, потому что если мы будем очень медленно двигаться, мы не вернемся к моменту моего вылета и времени выезда из Владикавказа. Поэтому, кажется, достал тот день, когда придется топать до упора, если мы не сможем сейчас поймать никакую машину. Будем идти, 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 нам идти вот... Я думаю, что... Короче, вот там вот дорожка уходит и наверх, 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 на самый верх. Кажется, наступают веселые времена. У нас либо будет веселый подброс, либо будет веселая ночь, где мы с наломниками пешком просто идем в грунтовый перевал. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Приключения продолжаются. Кричать бессмысленно, мы слегка и мудресы. Так, еще раз, да, если-то сколько вышло? Это за пять. Горизонт залатанный, заплаканный. Лоскуты бледные, бедные, сыпаться... Так. Я вообще... Слэнт, ползавает, а? Да, 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 да. Слэнт... Продолжение следует... 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 Взгляни вокруг, это весь так прекрасно Поставь на паузу, наслаждайся, наслаждайся Помнишь лето между нами целый километр Так, кстати, на всякий случай для истории и памяти Это был перевал возле горнолыжки Гайрддези Возможно, он называется как-то по-другому, но это единственное, к чему мы можем Хоть как-то более-менее твердо привязаться Все, спускаемся вниз, сказали, что через 4 километра начнется асфальт И где-то там должно быть место для стоянки Все, еду чисто в свете фонаря Вживую, кстати, получше, чем на камере Потому что на камере вообще какой-то грустный луч света в темноте Вживую все получше выглядит Но ситуация такая Так, новости из темноты Мы нашли буквально вот такое место Спустились с дороги на свет Нас встретили, сказали, 30 лари, ребята И вот вставайте вообще на ночь до утра с двумя палатками Все для вас Мы решили не выпендриваться И согласились на это предложение Потому что в темноте абсолютно невозможно найти местяк Ты едешь просто вот сквозь мрак Лучом фонаря разрезаешь дорогу А что там по бокам, есть ли куда встать Нет, нет куда вставать Неизвестно Поэтому все Я думаю, что все кадры уже утром покажу Потому что сейчас мы постаниваемся И ляжем спать Все равно нифига не видно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!